Здравствуйте, меня зовут Марина Зинченко, это программа 4 плюс 1. Команда политологов в полном составе и говоря спортивным языком, готова ринуться на поле политической и общественной борьбы, хотя можно сказать и игры, что в принципе одно и то же. Политологи отмечают, что в последнее время очень усилилась критика в адрес правительства и плюет против ветра не только оппозиция, но и губернаторы. Вот недавний пример, глава Воронежской области Алексей Гордеев высказался резко против бюджетной политики правительства. Ну вот в частности он говорил об отсутствии стратегии выхода из экономического кризиса и о дефектах системы госуправления. Ну вот одна из версий, почему Гордеев заделался фрондером, он лишь хотел напомнить о себе таким образом Москве. Вот скажите, пожалуйста, что это политическая смерть или политическая перспектива? Ну вот Андрей. Я думаю, что просто это включенность, не думаю ни то, ни другое, я думаю, это результат включенности Алексея Гордеева в определенные аппаратные игры, в аппаратные расклады, которые сегодня полным ходом идут в Москве, в столице нашей Родины. И вот сегодня критика Медведева с самых разных сторон является одним из таких трендов в этой аппаратной борьбе. Конечно, Алексею Гордееву нет нужды напоминать о себе в Москве, он человек там известный, это один из самых сильных, тяжеловесных губернаторов России, который, я думаю, входит в десятку самых влиятельных глав регионов страны. И какие бы рейтинги, что ему бы там ни показали, это состоявшийся факт. Поэтому, думаю, что напоминать о себе ему нет никакой необходимости, а вот то, что Алексей Гордеев подхватил знамя критики правительства Медведева и, в первую очередь, его бюджетной политики, на мой взгляд, это интересный сигнал, который показывает и дает, на мой взгляд, основание говорить о том, что, возможно, как раз вот эта часть о работе кабинета министров и будет потом подвергаться критике не только со стороны Гордеева, но, может быть, и других более высокопоставленных чиновников. Александр Леонидович, игры-то, в общем-то, опасные. Все мы помним Димарша Мениханова, вот чем он закончился, мы тоже знаем. Вот что касается Воронежской области, стоит им ожидать каких-то изменений? Ну, я думаю, что позиции Гордеева у себя в регионе достаточно прочны. Не следует забывать, что сам Гордеев до того, как стать губернатором Воронежской области, был федеральным министром. И, в общем-то, аргумент в пользу того, что нынешнему воронежскому губернатору хочется обратить на себя внимание, не лишен смысла. Но я бы сделал акцент не на этом. И даже не на том, о чем говорил Андрей. Я бы просто обратил внимание, что Гордеев критикует правительство за отсутствие стратегии выхода из кризиса. Но ведь кто нам обещал дать эту стратегию? Нам ее обещал дать президент. Именно он давал поручение кругу своих советников представить, обсудить и так далее. И тогда, кажется, назывался Март. Март давно прошел. Но ни администрация президента, ни его окружение, я имею в виду советников, никаких заявлений не сделала. Так что проблем-то остается. Виталь, можно ли это тогда расценивать, исходя из слов Александра Леонидовича, как претензии к президенту? Да нет. Я думаю, что это попытка как раз переложить ответственность за обещания президента на премьер-министра. Тем более, что понятно, что он хромая утка, и чем дальше, тем больше будет его понятия, и не только Навальный. Потому что... На кого еще обвинять? Ну, я бы сказал все-таки, что не только премьер хромая утка, а пользуясь этой метафорой, я хочу сказать, что хромой уткой у нас является вообще экономическая политика внутри России. И вот это заявление Гордеева, оно лишний раз подтверждает это. Но дело еще и в другом, что премьер Гордеева может быть заразительным. И ряду российских губернаторов есть что сказать в критику кабинета Медведева. И дело здесь не только в бюджетной политике, но и вообще в качестве решений, которые принимает федеральный центр. Какую сферу ни возьми, качество этих решений весьма и весьма спорно. И вызывает не то что критику, а массу недоуменных вопросов в регионах. Ну, вот количество регионов, которые критикуют политику федерального центра в отношении бюджета, оно возрастает. Возможно ли такой сценарий в Волгоградской области? Вряд ли в Волгоградской области такой сценарий возможен, потому что Андрей Бочаров все-таки человек системы. И он никогда не был сторонником публичной критики и каких-то возражений, потому что та система образования, которую он получил, в частности, военная его карьера, не предполагает, что какие-то приказы или решения каким-то образом публично могут быть, ну, выносятся в публичную плоскость, и тем более там подвергаются критики. Для Бочарова Дмитрия Медведев это один из тех начальников или командиров, которые ему по долгу своей службы имеют право отдавать приказы, и эти приказы, конечно, ну, в частности, да, мутрируют, да, то есть в виде решений, в виде каких-то там распоряжений, поручений и так далее, те, которые должны выполняться беспрекословно. Поэтому здесь ожидать каких-то какого-то волонтаризма, какого-то демарша страны, в городскую губернатору не приходится. Андрей Алексей Гордеев, он из другой категории, как мы знаем, да, из категории тяжеловесов, которые раньше работали в правительстве и считают своим, ну, если не долгим, то, во всяком случае, такой привилегией давать такие, ну, это не такая критика, которая, в общем-то, радикальная, да, так, которой подвергается правительству, но это критика по процессу, по процессу, по межбюджетным отношениям, желание каким-то образом повлиять, чтобы быть услышанным в том же Минфине, в том же там, в других комитетах, и, соответственно, уровень или вес, политический вес Алексея Гордеева позволяет ему отстаивать эти отношения, так же, как в свое время отставил эти отношения, или свои, там, устоявшиеся, устоявшиеся системы взаимоотношений с федеральным центром Миниханов, Кадыров и так далее. То есть это вот, это категория людей, которые переносят, там, полемику, которая происходит в коридорах, там, или в кабинетах Минфина, других, в публичную плоскость для того, чтобы повлиять на ситуацию. Марина, я только добавлю, вот что, мне кажется, вот, подчеркнувшая свою мысль, может быть, более четко, мне кажется, дело вообще не в бюджетной политике, не в недовольстве регионами политикой распределения денег федеральным правительством, этим все недовольны и все помалкали в тряпочку. А почему вдруг сейчас внезапно вот такая критика поднялась, и вдруг не мы заговорили, да? Я думаю, что дело, на самом деле, опять же, не в бюджетной политике, не вот в реальной стратегии вывода и кризиса, о которой справедливо говорил Александр Ильич, опять повторюсь, это результат аппаратной, борьбы. Сегодня один из главных трендов федеральных московских интриг, да, это борьба за пост представителя правительства Российской Федерации, за пост Медведева. Есть группа интересов в Кремле или вокруг Кремля, которые хотят снять Медведева с этой должности, есть группа интересов, которые хотят его сохранить на этой должности. Я думаю, что Гордеев как раз относится к числу той, принадлежит к той группировке, которая заинтересована в сносе Медведева с поста премьер-министра. И добивается этого разными способами эта группировка, в том числе участием в этой кредике. Насколько я могу судить, по крайней мере, по открытым источникам, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, он является, скажем так, человеком близким к группе Вячеслава Володина, который представитель Государственной Думы, но на самом деле влияние, которое выходит за пределы российского парламента. И, по крайней мере, на сегодняшний день, насколько можно судить, между Володиным и Медведевым есть определенный альянс политический, поэтому я думаю, что люди, входящие в пул, скажем так, володинских губернаторов, они критиками Медведева заниматься не будут. Это не их, скажем так, аппаратный участок интриги. Поэтому я думаю, что во всей этой истории, связанной с Гордеевым, это не внезапное вдруг обретение способности говорить и рассуждать о некачественном, неэффективном бюджетном проектировании, а это было... То есть это не вдруг? Это не вдруг. Это элемент тщательно продуманной, определенной политической интриги, которая лизуется в куларах Кремля. Одно другому не мешает, в частности. Здесь одним выстрелом можно убить двух зайцев, поэтому, соответственно... Зайцев, да, можно, но лучше убить одного Медведева, да. Ну, в переносном смысле. Ну, конечно, в переносном смысле. Нет, но здесь как раз нет никакой интриги, никто никогда не снесет Медведева, во всяком случае, до 2018 года, и это бесполезно даже озвучивать. Это очень стрелое заявление. Я рад, что Евгений владеет информацией из Кремля, о том, что Медведеву ничего не грозит. Я надеюсь, что этот прогноз сбудется. Да, но мы же... Хотя у меня есть основания предполагать, что, возможно, не все так безоблачно в истории Дмитрия Дмитриевича. Да, только решение о своем сохранении поста может принять только лично Медведев, но никак... Я боюсь, что это примет решение президент, а не Медведев. Ну, цены приняты, что у нас один. Да, это не Медведев, да. Ну, есть договоренности еще. Коллеги, я хочу с федерального уровня перейти на региональный. И вот тут Андрей говорил о прорезавшихся вдруг голосах. Вот, между прочим, у нас в регионе есть избранные нами депутаты Госдумы. Есть. Есть, и не один. Да, которым по долгу полагается критиковать правительство. Я вот жду, не дождусь, чтобы... Так где это написано, Александр Леонидович? Это где написано? Парламент всегда критикует правительство. Александр Леонидович, но они же не безмерны. Я жду, не дождусь, чтобы они хоть как-то дали о себе знать. Они же Володинские. Они критиковать же много. Это укладывается схема, о которой я сказал. А Медведев глава партии «Единая Россия». А Медведев – член «Единая Россия». Медведев – не только член «Единая Россия», он даже ее мозг. Но так хочется слышать голос депутатов. Он от Волгоградской области. У нас есть половинка депутата операционного тарифьев, да, вот. От этой половинки мы, может быть, что-то услышим. Полголос. Но если мы не услышали до этого времени. Он полудепутатный. Это как ура Астрафанский, да? Он наш полудепутат, да. Ну, иногда, может быть, полудепутат лучше, чем четыре депутата. Или сколько их там у нас, семь? Ну, вот Андрей сказал, что сейчас начнется борьба за пост председателя Кабмина. И, наверное, критика в адрес правительства приобретет какой-то, наверное, скорее модный характер, можно сказать. Хотя вот… В тренде. Да, в тренде будет. И мы говорили в предыдущих наших программах не один раз уже, что о процентах… Еще раз хочу напомнить, что вот 45% россиян, они выступают за отставку председателя правительства Дмитрия Медведева. Из чего можно сделать вывод, что рейтинг стремительно падает. Рейтинг главы государства Владимира Путина, он остается стабильно высоким. Здесь волноваться-то, в общем, не стоит. Он варьируется от 85% до 90%. И не сложная экономическая ситуация, не внешнеполитическая обстановка, в общем-то, на любовь россиян к президенту не влияет. Путин кефлоном, он не пригорает. Он не пригорает, да. Хочу сказать о 10-15%, которые, в общем-то, не попадают, не голосуют за рейтинг нашего президента. 29 апреля в российских городах состоялась акция, она называлась «Надоел». Организовал ее основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский. И вот активисты подали обращение в администрацию президента с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в президентских выборах 2018 года. Но вот надо сказать, что в Волгограде такая акция не проходила, несмотря на возросшее, в общем-то, протестное движение. Как, на ваш взгляд, почему не проходило? У нас в Волгограде нет представительств «Открытой России» модераторов этого процесса, насколько я знаю. Официально? Я думаю, что волгоградцы четко отделяют проблемы своей жизни в повседневной проблеме от фактора Путина. Безусловно, волгоградцам, как и другим россиянам, не нравится то качество жизни, которое сегодня их настигло. Не нравятся маленькие зарплаты. При этом люди не хотят серьезных потрясений и рассматривают Путина как определенного гаранта стабильности. Поэтому, если бы в Волгограде 29 числа была объявлена акция не Ходорковского, а Путине надоело, а, например, акция в отношении Лихачева надоело, я думаю, что люди бы вышли на митинги очень даже активно. И поэтому, скажем так, заявленная повестка этой протестной акции, заявленной Ходорковским, она для волгоградцев не актуальна. Рейтинг Путина всегда был достаточно высок в Волгограде. В лучшие годы, даже когда Путин имел феноменальный, на тот момент, 60% и так далее в Волгограде, рейтинг Путина в начале нулевых, Александр Ильич, что я замерял его, он был всегда на 10% выше, чем в среднем по России. То есть Волгоград, скажем так, был устойчивый пропутинский город. Я думаю, поэтому и никто не вышел ни на санкционированную, если бы была бы такая акция санкционированная, ни на разрешенную и так далее. Поэтому здесь, скажем так, я не вижу пока сегодня в регионе серьезной протестной волны, которая была бы направлена против Путина. Но есть серьезная протестная волна, которая может быть поднята в городе против дурости и глупости местного начальства. Опять-то, кто-то должен ее поднять, правильно? Ну, мы видели 26 марта, когда это использовали, это повестка. Потому что митинге и акции, это все-таки еще и технологический процесс, кроме идеологии. Поэтому нет модераторов со стороны «Открыта Россия», нет четко сформулированных смыслов, что стоит за этой акцией. Потому что непонятно, что такое. Кому надоел? Волгоградцам надоел, к примеру, да? То есть, поэтому куда идти, зачем? То есть, повестка дня, она для волгоградцев не актуальна. Фигура Ходорковского, ну, не та фигура, которая является, в общем, ключевой. Она даже слабее Навального, эмоционально была. Да, да, да. Потому что, скорее всего, это, в общем, фигура такая экзотическая. Ах, жив ли он еще и так далее. Это вроде Березовского, где-то далеко. Ну да, да, где-то далеко. Для москвичей, возможно, это фигура, которая включена в контекст. А для регионов, в общем, я и не ожидал, честно говоря, то, что эта акция в регионах будет иметь успех. Тем более, как бы, открытую Россию еще по инерции, видимо, там, связываясь с Ходорковским, потому что накануне этой акции он покинул пост руководителя этой организации, передав ее другую. Хотя, конечно, финансирование и влияние он свое сохранил. Кстати, примечательно, что даже волгоградский филиал, вот, отделение представительства на Алексея Навального, они эту акцию не попытались даже провести. Я звонил 29 апреля Алексею Волкову, который возглавляет местный штаб Навального, сказал, что мы ничего не планируем, никаких акций. То есть, я думаю, что, поскольку там люди работают в этом представительстве весьма прагматичные, они понимают, что под этот лозунг завести волгоградцев сейчас сложно, поэтому нечего даже пытаться. Ну, вот раз уж мы упомянули Навального, надо сказать, что вступил в силу приговора по делу Керафлеса, и вот теперь Алексей Навальный, он не сможет принимать участие в президентских выборах 2018. Но, в принципе, он может как-то положение свое поправить, если он обратится в суд для восстановления пассивного избирательного права. Но для него это, кстати, выход, поскольку второе место, которое ему нужно, он бы все равно не занял. А так, это вот воспользоваться старым лозунгом коммунистов «У нас украли победу». Ну, я думаю, что это небольшое огорчение для самого Навального, тем более, что приговор по делу Керафлеса не вычеркнул Навального из политической жизни, и у него есть еще масса возможностей и шансов по себе заявить в разных контекстах. Так что я думаю, что радикально это ничего не изменит. Ну, как Андрей Николаевич, кстати, замечал на прежних наших заседаниях, для него его время еще не наступило, его президентских амбиций. Это следующий этап электоральный. Мне кажется, та политическая стратегия, которую демонстрирует в последние месяцы Алексея Навального, она, честно говоря, не предполагала его участия в выборах президента. То есть на уровне риторики, да, заявка на борьбу за главный пост в стране и так далее, но посмотрите сами, главный акцент делается на привлечении молодежи. То есть Навальный пытается отмобилизовать молодежь. Молодежь – это те люди, которые на выборы не ходят. Поэтому что толку отмобилизовать эту группу населения, социальную группу, которая все равно не придет на выборы голосовать? И акцент основной делается на уличную политику. Я думаю, что Навальный и не планировал участие по-серьезному. То есть я думаю, для него было бы сюрпризом, если бы мы разрешили участвовать в выборах. Он скорее бы удивился этому варианту. Мне кажется, Навальный ориентируется на другой проект. Возможно, это проект повторения Болотной площади 2011 года, когда после выборов началось это вот электоральное похмелье, когда у нас достаточно распространенное, на мой взгляд, такое явление. Русские люди и россияне приходят, голосуют на выборы спокойно за тех, кого агитирует власть, а потом начинается этап такого разочарования. Такая постэлекторальная горячка возникает. Похмелье. Да, похмелье. Когда уже, скажем так, после этого выбора, после дня выборов происходит скачок, и наступает период раздражения, в том числе своим участием или не участием выборов и тем результатом, который был получен, вполне предсказуемо. И вот на этой волне возникла тогда Болотная площадь, возникли движения в Москве, в некоторых регионах России. Я думаю, что Навальный, возможно, хочет попробовать реанимировать этот проект уличного протеста после выборов Путина. Вот, скорее всего, тогда логично, что выход на улицу, создание штабов в регионах, а в крупных городах акцент на молодежи, это тогда уместно. То есть, это не значит, что будет некая репетиция русского Майдана, но я думаю, что некая попытка прощупать власть на мягкость после выборов, она будет, возможно, сторонниками Навального предпринятым в некоторых регионах, в том числе, возможно, и в Волгограде. С другой стороны, все говорили, что и молодежь не интересуется политикой, не выходит на политические акции и так далее. Но вот 29-го там как раз была молодежь, значит, повестка политическая изменилась. 29 апреля, 26 марта была молодежь, да. И, соответственно, политическая повестка изменилась. И те 10 миллионов, которые просмотрели фильм Навального, это есть 10 миллионов. Конечно, но, к сожалению, тот электорат, который на выборы до сих пор не ходил. У нас пока нет возможности перепроверить это. Хотя будет возможность, если не перебью, на довыборах в областную думу. Мы посмотрим, пойдет там молодежь или нет. Вот я как раз и хотела продолжить тему выборов. Хочу напомнить нашим телезрителям, что сейчас проходит в Волгоградской области праймерис, который определит победителей, которые в дальнейшем будут участвовать на довыборах в областную думу. Там освободилось два места. Это Держинский округ и Средне-Ахтубинский округ. Татьяна Цибизова и Анна Кувычка, они из областной думы пересели в кресло депутатов Госдумы. Вот хочу вас, коллеги, спросить, кто на этом праймерисе для вас является какой-то заметной, яркой фигурой? Не только для нас. Других фигур, наверное, нет. Если посмотреть на список участников, которые заявились, там совершенно понятно, что уже борьбы не будет, она уже предопределена. И по тому, и по другому, грубо говоря, идет формализация кандидатов, которые будут представлять эти два года Держинский и Средне-Ахтубинский. То есть ты готов назвать победителей праймерис? Я готов сказать, что и по статусу, и по влиянию в общественно-политическую жизнь региона эти два человека, у них очень сильный гандикап, который осталось только подтвердить результатами праймерис. И по наличию влиятельных родственников. Да, то есть, соответственно, по Держинскому округу, скорее всего, победит Алексей Васин, а по Средне-Ахтубинскому победит Михаил Струк. У кого-то есть другие мнения? Нет, ну, у меня всяких сомнений. Васин – это главный, скажем так, сюрприз факт его выдвижения. Поэтому мы не сомневаемся лично. Я думаю, что наше коллективное мнение членов клуба «Эксперта» в том, что Васин, безусловно, победит на этом праймерисе и выиграет, я уверен, выборы в областную думу. Но и выиграет не потому, что он близок к Единой России или к губернатору, или еще к кому-то. Просто на самом деле достойный человек. Я Алексея знаю очень много лет, и, честно говоря, порадовался, когда узнал, что он участвует в этих выборах, потому что в Думе наконец-то появится интересный, умный депутат. Настоящий патриот. Да, и здесь у Васина вообще сам факт, Струк мне мало интересен, честно говоря. Там, скорее всего, играет то, о чем сказал Виталий, фактор родственных связей. Это, видимо, Струк младший. А вот то, что Васин участвует, фактор Васина, его присутствия, его факт присутствия в Думе, он, конечно, нет. Это однофамилец. Поэтому факт присутствия в Думе, конечно, Васин, на мой взгляд, является очень серьезным политическим маркером. Почему? Первое, Васин не член Единой России. Васин член Народного фронта и член Общественной палаты Волгоградской области. Он беспартийный кандидат. То есть, в отличие от всех остальных участников праймериза, он человек, не связанный с Единой Россией формальными отношениями. И в случае победы, ну, неизбежной победы Васина на выборах, я думаю, что это будет первый член Народного фронта внутри областной думы. И я думаю, что, на мой взгляд, поскольку Васин человек очень организованный, динамичный и активный, я думаю, что он вполне может поставить вопрос о создании депутатской фракции ОНФ внутри областной думы и попытаться каким образом так развернуть ситуацию, чтобы, может быть, даже впервые в одном из региональных захсобраний регионов России появится депутатская группа либо фракция Народного фронта. Что до сих пор нет. Есть фракции Единой России, но фракции ОНФ нет. Второй момент. Выдвижение Васина, конечно, это попытка провести ребринник самого Народного фронта в Волгоградской области. Ну, все мы знаем, да, что сегодня ОНФ в Волгоградской области весьма, скажем так, неоднозначная структура. Ну, какая-то, я бы сказала, декоративная. Там есть очевидные люди, которые работают, которых можно на самом деле назвать фронтовиками. Это люди, которые занимаются реальной работой, в том числе и в тот же Васин, который представляет эту фракцию. Есть условные, которых называют тыловики, это номенклатура, в значительной степени связанная с исполкомом этой организации, которая занимается тем, что она просто осваивает бюджетные средства, получает зарплату и, в общем-то, неплохо себя чувствует, став такой определенной бюрократией, тыловой бюрократией этого фронта. К счастью, Васин прилежит другому крылу этой организации, и его успех на выборах, я думаю, будет означать как раз эрбридинг и самого Народного фронта. И третий, на мой взгляд, важный момент, который связан с его выдвижением, да, это, конечно, усиление позиций общественной палаты, потому что, по-моему, Васин будет в этом случае единственным депутатом областной думы, который одновременно является членом общественной палаты Волгоградской области. Поэтому, скажем так, проект Васина, это такая политическая многоходовка, я думаю, что это успешный проект и респект тем людям, кто это придумал, его выдвижение, или поддержал его, да, у нас в Волгоградской области до сих пор наши политические архитекторы, которые занимаются внутренней политикой, на мой взгляд, совершали сплошные глупости. И я думаю, что Васинское выдвижение, выдвижение Васина в качестве кандидата в депутаты Думы, но это попытка реабилитировать еще и внутриполитический блок областной власти. Я дам положение, Андрей Николаевич, я думаю, что как раз вот в последнем решении все-таки поучаствовала Москва, именно федеральный центр. Да, согласен. И победа, скорее всего, будет победа, да, Алексея, это будет очень символично, поскольку он руководит музеем, по-настоящему Сталинградской битве, накануне 70-летия, 5-летия, вернее, главного музея страны, на самом деле. Да, 2 февраля, накануне победа руководителя музея, накануне победы в Сталинграде, это будет большой символизм. Символизм у нас поддается, да, действительно большое значение, но я хочу сказать, что Михаил Струк, это не какой-то там, не просто сын областного депутата, это еще и руководитель проекта, региональный координатор проекта «Народный контроль», который, это, в общем-то, приличный статус, это народный контроль, интегрированный с федеральным проектом, поэтому он уже давно играет, ну, может быть, силу родственной связи, может быть, силу личных каких-то особенностей своего характера, но, тем не менее, он вовлечен активно в политическую жизнь и уже на ведущих ролях в региональном отделении, поэтому его выдвижение... А сил за амсалит отвечает? Нет, его выдвижение плюс руководитель крупного предприятия, поэтому здесь его... Ну да, и, кстати, вот, развивая тему от руководителей проекта, руководителей партийного проекта, Васин, Алексей Васин, возглавляет тоже партийный проект, называется «Городская среда». Я, кстати, думаю, что это четвертый пункт, который можно добавить, это фактически человек, который должен будет заниматься по линии партии, являясь беспартийным, должен будет заниматься как раз вопросами благоустройства города Волгограда. Это, кстати говоря, на мой взгляд, тоже символично, потому что сегодня, на мой взгляд, единственное приличное место в городе Волгограде – это Мамаев курган, где там наведен порядок, и были панорамы, музеи панорамовской гражданской битвы, куда не стыдно зайти и не видно мусора и грязи. Поэтому в этом смысле, как ни парадоксально, образцовое место с точки зрения благоустройства сегодня в городе – это главная высота России. Ну, сегодня по множеству благоустраиваются. Да, и в этом смысле опыт Васина по наведению порядка на конкретных территориях, я думаю, что он будет очень позитивно, он явно будет нужен для точки зрения благоустройства всего города. Я хочу отметить, что именно Алексею Васину удалось впервые за всю историю этого комплекса выбить такие финансы на его реконструкцию, которые раньше не было. То есть идет капитальный ремонт всего комплекса, и в годы, когда у нас кризис в экономической стране, это, подчеркиваю, его большие лоббистские возможности. И пятый пункт. У Васина нет ни влиятельного папы, ни влиятельного дяди. Вы не найдете сегодня в коридорах власти ни одного чиновника с фамилией Васин, который мог бы сказать, что он пролоббировал своего гениального сына на тот или иной проект, на ту или иную должность и так далее. У нас сегодня полно детей, больших начальников, которые сегодня занимаются политикой, являются депутатами, занимаются активной общественной работой и явно пытаются сегодня разыграть проект передачи власти и бизнеса по наследству в Волгоградской области. Может быть, в каких-нибудь отдельных программах поговорим. Васин – это человек, который сделал себя сам. Ну, мы будем следить за развитием событий, как говорится, за праймерис. И вот следующая новость, она скорее на уровне слухов. У нас не принято в программе комментировать слухи, но уж больно она интересная. Принесло ее южным ветром из Ростова. Как говорится, в Волгограде и слух события, да? По нынешним временам, да. Да, да, да. Якобы после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году из Южного федерального округа перенесут столицу из Ростова-на-Дону в Волгоград. И якобы по этому поводу уже собиралось даже какое-то таинственное совещание. Ну, по крайней мере, да, я о нем не знаю. С принятием, в общем-то, плана перевода. И еще. По тем же слухам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, он займет место полпреда Устинова. Ну, вот что коллеги скажете. Ну, вот Первомай мне нравится праздник, потому что там много людей выпивают и мало закусывают. Вот, видимо, вот авторы этих слухов, они как раз неплохо отметили Первомайские праздники. А как же тайные совещания? Ну, вот тайные совещания, на которых, да, наверное, значит, плохо похмелились. Поэтому, я думаю, что, конечно, слухи эти абсолютно ерунда. Хотя для Волгоградского сердца, наверное, они являются греющими. Да, ну, пожалуй, как бы, боюсь, что никакого отношения к реальности они не имеют. Слухи о переносе столицы ЮФО из Ростова действительно были год назад примерно. Но речь шла о переносе в Краснодар. И в это я верю больше. Недавно опубликованный журналом «Эксперт Юг» рейтинг городов устойчивости или неустойчивости городов Юга России показывает, что Краснодар и Ростов являются двумя локомотивами экономическими, социальными, инфраструктурными на юге страны. Волгоград только к числу таких не относится. Поэтому боюсь, что если такого рода переноса состоится, то это будет не Волгоград, а Краснодар. Кстати, мотивом, вот тогда объяснением, одним из аргументов было вот этой идеей переноса, то, что Ростов и так является столицей Южного военного округа. И вот, дескать, надо разгрузить его в военную и административную части, поэтому скорее в это верю. Но насчет ухода Бочарова на место Устинова, слухи уже эти с бородой, они возникают последние два года. И боюсь, что как бы в очередной раз они не подтвердятся. Все-таки должность полпреда, хотя уверен, Андрей Иванович, наверняка бы потянул эту невероятно ответственную должность. Но боюсь, что там на самом деле сегодня желающих много, и боюсь не только. Это вот среди желающих есть те, которые хотели бы сплавить волгоградского губернатора туда. Александр Леонидович, а если возможен такой сценарий, как он будет развиваться у нас в Волгограде? Ну, трудно сказать, как он будет развиваться, потому что еще достаточно долгое время до наступления этого часа ИХ. Я хотел бы сказать о другом. Вот если мы предположим, что наконец центр Южного федерального округа окажется в Волгограде, то это будет бальзам на сердце всем волгоградцам, потому что наконец-то Москва хоть как-то определится в своем отношении к Волгограду. Что делать с Ростовом, с Краснодаром, Сочи, Москва знает. Что делать с Солистой или с Майкопом, она знает. С Анастрахани знает. А вот что делать с Волгоградом, она не знает. Поэтому пусть Ростов и Краснодар остаются своими столицами, а уж мы будем как-нибудь административной. Если повезет. Да, если повезет. Вот были бы мы с Сталинградом, точно бы перенесли. Вот я думаю, надо бы под это дело переименовать. Да под это дело можно было бы все что угодно сделать, да? Часть полномочий из Ростова уже в Краснодар передана, часть функций. То есть уже подошло такое вот рассоединение, чтобы не было Ростов именно монополистом. То есть уже происходит размывание. Во-первых. А во-вторых, на мой взгляд, под поведением такого слуха, да, скажем так, оказали, ну, не медвежью услугу Бочарову, а в очередной раз его попытались, на мой взгляд, стравить с полпредством, поскольку ни Устинов пока уходить, насколько я знаю, не собирается, ни его замы не хотят свои места оставлять, и у них перспективы, в том числе некоторые замы, которые имеют отношение к Голгограду. У них свои есть. И к Голгоградскому бизнесу. Да, и к Голгоградскому бизнесу, которые есть свои карьерные устремления. Я бы не исключал, что кто-то язык окружения мог способствовать повреждению подобного слуха. Бессильные злобы. Коллеги, давайте от сеанса научной и ненаучной фантастики перейдем к каким-нибудь более земным сюжетам. Давайте. Да. Я уже даже знаю, каким. Вот мы периодически, ну можно сказать традиционно, да, приводим в наши передачи примеры опроса, простите, Левада-центра. И вот недалее, как в апреле, Левада-центр, ну вот далеко не близкая к властным кругам структура, которая, так сказать, режет правду матку без прикрас, они опубликовали результаты опросов, из которых видно, что россияне в большинстве своем гордятся своей страной. Вот у вас, хочу спросить, есть ли у вас поводы для гордости, Андрей? Конечно, есть обязательно. Ну, поводы для гордости, во-первых, нашим городом, который вопреки всем начальникам, вопреки всем глупостям правящих элит, он остается, на мой взгляд, очень хорошим и интересным, прекрасным городом. Хотя в нем не всегда радостно жить, да, но тем не менее, это город, который, на мой взгляд, заслужит уважения. И лично для меня, ну, может быть, три причины гордиться Волгоградом, да, это Мамаев-Курган, это Волга и красивые женщины. Александр Леонидович, пожалуйста, ну, тут вот не в частности про Волгоград, а вообще про астронавт. Нет, ну, разумеется, мы гордимся тем, что есть место, где нас с вами понимают, где мы вот находимся в таком культурном контексте, родном и близком для нас. У каждого есть такое место, я думаю, им стоит гордиться. Вы имеете в виду нашу студию и программу «Четыре часа одного»? Это в первую очередь. И нашу передачу, и клуб экспертов, и нашу страну в целом, конечно. Виталь, пожалуйста. Я бы вспомнил слова классиков, не помню какого, который, к сожалению, который четко издалил, что я люблю свою страну, но не очень отношусь хорошо к власти и строю, к государству. Страну я тоже очень люблю, я очень горжусь ей. Но есть вопросы, скажем, к управлению этой страной. Жень. Ну, здесь сложно как-то сказать, потому что нет таких ясных ориентиров, потому что любой россиянин в любом состоянии, в любом, так сказать, если он в здравом уме, конечно же, он гордится своей страной, гордится тем, что эту страну знают и уважают во всем мире, что бы там ни говорили и так далее. И если сравнить поведение иностранцев в отношении русских, когда они находятся за границей, это, ну, если не восторг, а во всяком случае какой-то пиетет перед россиянами всегда есть. И это вселяет какую-то, вселяет ту самую гордость, которая, наверное, вот легла в эти, в этот опрос и в эти ответы людей, которые... Русские это всегда, это всегда какое-то в любом окружении иностранцев, это какое-то всегда чувство превосходства. Это всегда лидеры и всегда... Если бы вы меня спросили, чем горжусь я, я бы тоже сказала, что русским народом сильным, дружным и очень душевным. Да, Виталь, ты хотел что-то добавить. Не всегда счастливым. Не всегда счастливым, но оптимистичным. Все-таки, вернее, русским у нас, поскольку у нас страна многонациональная, то, в общем, мы россияне, они русские. И иностранцы, они испытывают не только уважение к русским, но, если, допустим, отдыхающие в Египте или в Анталии, это еще и страх перед русскими туристами. Ну, это не страх такой, какой испытывают, например, перед какими-то другими национальностями. Ну, давайте мы сейчас говорим, чем мы гордимся. Марин, я хотел бы заметить, что мы немножко в объяснении своей любви к России рискуем скатиться к мифологемам. Понимаете, гордость, как и любовь, это чувство, которое может проявляться по-разному. Вот если бы Левада-Центр параллельно с этим задал другой вопрос, а готовы ли вы, уважаемые респонденты, участвовать в конкретных делах, связанных с тем, чтобы сделать эту страну лучше, и были бы названы конкретные сферы деятельности, поверьте, результаты были бы другие. Понимаете? Одно дело гордиться и говорить, ах, я горжусь. Другое дело, чтобы это любовь, да, да, и гордость носили деятельный характер. На дальних рубежах. Гражданская активность, гражданское участие. Здесь мы, к сожалению, увидим то, чем нам, в общем-то, всем нечем гордиться. Потому что гражданская активность россиян низкая, желание участвовать в общественных делах достойно самой-самой глубокой критики. Но это другая песня. Это одно и то же. Это одно и то же. Потому что иначе гордость за страну – это фейк, это миф. Это, так, знаете, информационное облако. Вот сегодня оно появилось, завтра его уже нет. Александр Леонидович, хочу зачитать, ну, объявить проценты, цифры, которые Левада Центр, в общем-то, вывела, исходя из запроса респондентов. 75 опрошенных гордятся тем, что они россияне. Ну, в общем-то, то, что мы с Женей, наверное, и говорили. 40% главным достоянием России считают природные богатства и историю. 37% – армию, 29% – отечественную культуру. Вот такие вот данные. А я хотел бы заметить, что современный патриотизм – это патриотизм институциональный. Это не гордость великой истории и ледивной природы. Это гордость социальными институтами, среди которых мы живем. А здесь нам, увы, похвастаться нечем. Да, и, наконец-то, все-таки, может быть, одна из важных… Разве что армии. Да, одна из важных качеств на свой взгляд патриотизм, и, конечно, эффективного, скажем так, конструктивного патриотизма, который должен поддерживаться властью и гражданским обществом. Это, конечно, возможность гордиться образом будущего, который твоя страна может предложить. Вот мы в этом перечне гордимся в лучшем случае прошлым. Историей, культурой, религией, даже природными ресурсами. Но лесопенька – это то, что мы всегда экспортировали в Европу. Поэтому до тех пор, пока вот эта гордость наша, которую мы, безусловно, разделяем, что мы являемся россиянами и гражданами России, будет неполной до тех пор, пока, конечно, не будет сформирован привлекательный не только для русских, но и для всего мира образ нового российского будущего. Когда Россия будет смотреть в будущее, не только в прошлое, или ковыряться у себя под носом вот в этих вот бесконечных проблемах выживания и возни, которые, к сожалению, правящие элиты, особенно на местах, они для русского народа, для россиян, они создают. В свое время праведник Иоанн Кронштадтский сказал, что бедное отечество, когда же ты будешь благоденствовать? Ну, мы на этом заканчиваем нашу программу. Это была 4 плюс 1, Марина Зинченко и уважаемые эксперты. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова